Кривое озеро 2. Именно так можно трактовать историю, которая произошла в Запорожской области. Семейная ссора после вызова полицейских обернулась трагедией. Правоохранители, пытаясь угомонить дебошира, довели его до смерти. Все подробности выясняли наши корреспонденты. Я еще сказала, заберите его в отдел, чтобы он там переспал, ну как в советское время дебошира забирали. Переспит и все, мы не имеем права его забирать. А вот это имею право. Родные погибшего Максима не скрывают. Мужчина много пил и не был законопослушным. Вот и накануне вечера устрел пьяный дебош. Чтобы успокоить его, вызвали полицию. Но профилактическая беседа с правоохранителями оказалась фатальной, говорит жена. 27-летнего мужчину сначала куда-то забрали, а потом привезли без чувств. Со связанными руками и бросили на бетонный пол в гараже. Сказали, что до утра его не трогать, потому что он под следствием. Что утром приедет участковый и его заберет. Ну, я не выдержала. Я встала в 6 утра, открыла, чтобы я думала, он протрезвеет. Ну, думаю, напою его, включаем. А я бы нарушила его мертвым. Во двор, где произошла трагедия, следователи никого не пускают. С утра опрашивают родных и соседей. Те шокировали. До этого я его днем бачил, он нормальный, на лицо был. А сейчас я утром ходил, дивился, полностью лицо разбитое. Там кровь везде, короче, всинялось. Пойдите, гляньте на лицо, на его. На одно лицо. И руки связаны. Чего у детей не связаны руки? Кто ему связал руки? И вкинуть в гараж. Чего в гараж кинуть? Чего не в кухню не завезти? Чего не вызвать скорую? Эти же вопросы журналисты также несколько раз пытались задать местным полицейским. Можете прокомментировать ситуацию? Это ваши хлопцы сбили и побили человека? Почему вы не хотите говорить экспрессию? Все комментарии в центре по работе с массовыми средствами. Впрочем, в областном главке полиции прояснить ситуацию также не смогли. Сейчас там находится начальник райотдела. Находится следственная оперативная группа. И находятся судебные эксперты. Если будет интересно, эту ситуацию я вам прокомментирую после проведения всех следственных действий. Куда ночью полиция возила мужчину и били ли его правоохранители, обещают разобраться. У погибшего Максима сиротами остались четверо малолетних детей. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности. Телеканал Интер. Запорожская область. Продолжение следует... Продолжение следует...